Всем добрый день! Сегодня у нас с вами последняя лекция в рамках нашего курса Android разработки. Это у нас с вами девятая лекция и тут такие интересные вопросы, как публикация приложения в PayMarket и добавление в ваше приложение рекламного баннера через службу AdMob. Основка задачи традиционно. На втором занятии мы с вами делали приложение «Когда праздник», оно подкачивалось с интернета информацию о том, какой праздник сегодня, какой завтра. Мы возьмем это приложение за основу, будем разбирать на его примере. Конечная цель будет опубликовать его в PayMarket и добавить вот сюда рекламный баннер. В данном случае я запускал на эмуляторе, это идет как тестовый запуск, поэтому баннер тестовый. Тем не менее, я вижу, что у меня все хорошо и рекламный баннер у меня отображается в моем приложении. По поводу регистрации аккаунта Google разработчика, это небольшая инструкция, что это делать. То есть, главное, вам нужно зарегистрироваться в Google, и после этого на этот аккаунт вы можете дополнительно зарегистрировать на него же аккаунт Google разработчика. Вот, например, мой аккаунт, и я могу сейчас, пройдя вот эти шаги, дополнительно зарегистрировать еще себе и аккаунт Google разработчика. После чего смогу размещать приложение в PlayMarket. Ну, вот так выглядит ваше окно, когда вы зарегистрировались. Давайте я себе его покажу. То есть, захожу я сейчас на Google, видим, что я сейчас зарегистрировался. Здесь я выбираю... PlayMarket. ...консоль разработчика. Комментарный, например. И вот он меня выкидывает на Google Play консоль. Так как я залогиненный, и на этом аккаунте у меня уже приобретен за 25 долларов аккаунт Google разработчика, то у меня открывается мой личный кабинет, где я вижу все мои аккаунты. Приложения, которые я опубликовал. Мы с вами сегодня смотрим приложения, когда праздник, которые делали с вами ранее. Хорошо. Ну, для того, что... Так, выбираемся на презентацию. Итак, это мы сказали. Далее, добавление рекламного баннера. Про это скажем чуть позже. Вначале про публикацию мобильного приложения. Хорошо. Когда вы зарегистрируете аккаунт разработчика, сможете публиковать свои приложения. То есть выбираете там новое приложение. Вы здесь даете ему название там какое-то и идете далее. Я сейчас этого делать не буду. Просто открою свои имеющиеся приложения. Ну, например, то же самое, когда праздник. Оно у меня сейчас получается уже опубликовано. Вот что я отмечу, наверное, важного. Для того... Так, ну, или, 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 или... Давайте посмотрим тогда здесь название. Не знаю. Ну, давайте я как-то по-другому его назову. Венхолдей. Допустим, что это название моего приложения, которое я публикую. Жмем создать. Вот. Теперь мне предлагает дать описание моего приложения. Краткое, полное описание. И подсоединить графические объекты. То есть, когда вы сделаете свое мобильное приложение, у вас будет APK-файл. То, что вы в Android Studio сделаете. Также вам нужно будет подготовить картинки. Это в Photoshop, в Paint, где угодно. То есть, надо будет подготовить картинку, связанную с вашим мобильным приложением. Будет она отображаться в Play Market. Также значки. Ну, вот тут говорится, сколько минимум нужно вам картинок вставить. Всякие свойства указать. Там ссылку на веб-сайт. Интернет, контакты и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть, я сейчас все это делать не буду. Когда вы будете публиковать, вам нужно будет это все сделать, соответственно. Так. Зайду еще раз. Когда праздник. Когда вы все свое дело опубликуете в свое приложение, да? То можно будет смотреть статистику. По поводу того, сколько там скачиваний у вас. По миру и так далее. Так. Хорошо. Я сейчас открываю... Здесь есть управление релизом. Версии приложения. То есть, смотрите. Простая ситуация. Вы сделали первое приложение свое. Опубликовали на плеймаркете. Нашли какие-то ошибки. Надо опубликовать новую версию. Тогда... Ну, вот. Я тут уже до этого что-то там не указал. Поэтому мне сейчас не дают это сделать. В общем, когда вы будете публиковать обновления, то вам нужно зайти в управление релизом. Версии приложения. И здесь у вас будет управление вашей версией. Давайте я покажу на примере другого какого-нибудь своего приложения. Для которого я всю необходимую информацию заполнил. Вот, например, бетален каи, к примеру. Значит, еще раз. Инструмент разработки. Нет. Управление релизом. Версии приложения. Вот у меня текущая версия 1.4. То есть, я там четыре раза как бы обновил приложение. Так. И... 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 Нажимаем управление рабочей версией. И делаем создать выпуск. Повторюсь, это в том случае, когда вы хотите опубликовать новую версию своего приложения. Ну, здесь вы будете заканчивать новый файл и так далее. Здесь будет ваша версия. Хорошо. Давайте откроем сейчас Android Studio. Значит, в Android Studio я сейчас открыл свой старый проект Holiday Application. Повторюсь, мы его делали с вами на втором занятии. То есть, вот мой MainActivity. Это мобильное приложение. Оно у меня отображает информацию о том, какой праздник сегодня, какой праздник завтра. В принципе, оно у меня уже готово. Я его хочу опубликовать. Если я его хочу опубликовать, то я делаю вот здесь вот Build и здесь выбираю Generate Signed APK. Сгенерировать подписанный APK. Во-первых, вы можете сделать просто APK. Build APK. Сейчас он вот подготовил. Нажимаете сюда показать его обозревателе. Вот этот файл. app.debug. Его можете отправить своим друзьям по электронной почте, либо еще как-то. Они его себе установят, потестируют и скажут вам, что все, окей, приложение готово. Вот. То есть, не обязательно сразу опубликовать в Play Market. Можно просто выбажный файл сделать и его тестировать самому и отправлять друзьям. Когда все нормально, все ошибки вы устранили, нажимаете вот это Generate Signed APK. Сделать подписанный APK файл. Здесь вам нужно создать хранилище. В интернете, в мануалах, если что, это можно все посмотреть. У меня такое хранилище уже есть и я его сейчас могу использовать. Вот. Но прежде чем это делать, вот. Мне нужно указать в манифесте версию приложения, так как у меня. Сейчас, секунду. Так, секунду. Значит, мне прежде чем я буду делать APK файл, надо проверить версию моего приложения. Это у меня идет в файле вот в 2 раза. То есть, повторюсь, что когда вы первый раз делаете, вам вот это вот делать не нужно. У вас будет первая версия вашего приложения. Но, когда вы уже исправили какие-то ошибки и хотите в Play Market опубликовать следующую версию, то прежде чем генерировать APK файл, поменяйте здесь версию на 2, там, 3 и так далее. Вот это не забудете сделать. Ну, допустим, я сейчас ставлю версию 2. Просите что-то там синхронизировать. Ладно, пусть синхронизируется. Так, билд. И я выбираю генерировать подписанное APK файл. Значит, хранилище, где идет мой ключ, у меня уже создано. Я ввожу пароль. Вот. Пароль не забудьте, когда будете генерировать свое хранилище. Next. Да. И здесь я выбираю релиз. Вот же мой финиш. И сейчас у меня сгенерируется мой новый APK файл. Вот он сгенерировался. Показать проводники. И меня интересует файл APK релиза APK. Вот именно этот APK файл, то есть правой кнопкой мыши скопировать. Вы можете, там, не знаю, сейчас я на рабочий стол поставлю отдельно файл. Вот он у меня вставился. То есть это APK файл релизный вашего мобильного приложения. Его уже можно публиковать в Play Маркете. То есть вот тут через обзор файлов вы можете его добавить. Обзор файлов. Забудьте устала. Загрузите. И пошло-поехало. Итак, это первый вопрос по поводу того, как публиковать приложение на Play Маркете. Хорошо. Переходим сейчас ко второму вопросу. Как добавить рекламный баннер? Ну, тут некоторый перечень шагов у вас показан. Во-первых, вам нужно где-то зарегистрироваться в какой-то рекламной сети. Ну, я покажу на примере APK AdMob. Я, как бы, ее, там, ну, не рекламирую. Можете любую другую использовать. Вот. Итак, в AdMob вы зарегистрируетесь. Потом вы туда добавите свое приложение, в котором вы хотите размещать рекламные баннеры. И получите идентификатор для своего рекламного баннера. Для вашего конкретного мобильного приложения. После этого надо будет баннер добавить в ваше мобильное приложение. Это делается непосредственно в коде среди Android Studio. Ну, несколько картинок. Вот как выглядит сайт AdMob. Далее, когда вы зарегистрируетесь, у вас там будет личный кабинет. Регистрация бесплатная. Ну, у меня пока все по нулям. Далее, вы сможете добавить приложение, а потом сможете смотреть статистику. Вот я добрал свое приложение, когда праздник. В нем я сделал один баннер. Назвал его, когда праздник вверх. То есть буду замечать его вверху своего мобильного приложения. И для него у меня сгенерировался идентификатор рекламного блока. Вот там в личном кабинете можно все это посмотреть. И давайте я сразу покажу. Тут, ну, полно как бы инструкций, как это все делать. Вот, в принципе, личный кабинет AdMob. Вот тут у меня есть приложение. Когда праздник, можете там много добавить. Тут есть рекламные блоки. И вот я сделал свой рекламный блок. Когда праздник вверх. Могу добавить какие-то новые рекламные блоки. Все это здесь можно сделать. Хорошо. Сказали. То есть вот он будет ваш рекламный блок, ваш идентификатор. Вот здесь сразу можно будет посмотреть, как будет выглядеть ваш рекламный баннер. Далее. Ну и по поводу, собственно говоря, денег. Платят обычно за 1000 показов. То есть вариант первый. В вашем мобильном приложении показываются баннеры. Да? И никто на них не кликает. И просто за показы, за 1000 показов вам платят какие-то деньги. Вариант второй. Вам платят за клики. То есть у вас показываются баннеры. И деньги вам дают только в том случае, если пользователь кликнул по вашему баннеру. То есть даже если баннер показали миллион раз, но никто по нему не кликнул, вы ничего абсолютно не получите. Поэтому, наверное, интереснее все-таки брать за 1000 показов. Но система AdMod сама ищет людей, которые хотят у вас разместить рекламу. И сама там смотрит, с кем именно выгоднее заключить договор о показе рекламы в вашем мобильном приложении. Хорошо. Идем далее. Теперь что нужно сделать в Android Studio. Во-первых, в Android Studio надо добавить зависимость. То есть файл. Давайте я это покажу непосредственно в Android Studio чуть позже. То есть добавите вы вот такую вот библиотечку. Далее нужно будет активизировать этот новый добавленный модуль. Вкладка. То есть вот здесь надо поставить галочку. Вот. Ну и в принципе все. Ну а по поводу кода. Здесь, да. Который можно добавлять в layout файлы, в main activity. Этот код вы можете скопировать из вот этих официальных документаций. То есть developer.google.com.admob.android.banner. В принципе вот код для layout. Здесь вот этот ID вы замените получается на свой собственный вашего рекламного баннера. Значит это вы добавите в layout. Далее вот этот код. То есть вот эта переменная. И вот этот код вы добавите в ваш main activity. То есть в ту активность, в которой будет отображаться ваш баннер. Либо во фрагмент, если вы работаете в фрагменте. Вот в принципе и все. Что нам нужно сделать. Хорошо, давайте мы сейчас это сделаем. Так, close all. Итак, вот наша среда Android Studio. Во-первых, вот тут файл. Структура проекта. Вкладка app dependencies. Здесь нажимаете плюс. Добавить библиотеку. И здесь вводить то название, которое у меня там было в презентации. Нажмете ОК. И среда Android Studio сама скачает эту библиотеку с интернета. После этого вот здесь надо будет ее активизировать. То есть вот эту библиотеку, которую вы скачаете. Хорошо. Это вы сделаете. Далее в layout file. Где-нибудь, ну скажем, вот у меня там два текстовых блока. В самом верху перед ними я добавлю блок, внутри которого будет вводиться мой баннер. Это, соответственно, мой айдишник, который сгенерирован был для моего рекламного банна. Это первое. Далее в вашем коде. Вот у вас main activity. Объявите переменную. Да, перед этим не забудьте импортировать вот эти вот необходимые библиотечки. Вот. Если вы через файл dependencies не добавили в библиотеки для работы с AdMob внешней, то у вас будет ругаться там либо на вот это, либо на что-то еще, что, ну, не могу найти такую библиотеку. Меть ответы. Хорошо. Этвес импортировали. Переменную объявили. И, 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 и. Где у меня это есть? Ага. И далее, собственно говоря, можете сразу после вызова функции setContentView, которая на вашем экране размещает нужный layout файл, указать код, который будет размещать, собственно говоря, ваш рекламный баннер. Здесь также не забудьте вставить свой айдишник и слэш поменяйте на такую волнестую линию. Это связано там с экранированием спецсимволов, там что-то такое. Вот, в принципе, и все, что нам нужно сделать для размещения баннера. Давайте я запущу. Пока что я запущу на эмуляторе, чтобы проверить, как отображается. Вот, видим, что он у меня отображается корректно. У меня появился рекламный баннер. Теперь все, я могу вот эту версию моего мобильного приложения с баннером, да, через, где он у меня, билд. Генерировать подписан на пока файл и его уже разместить в PlayMarket. Так что баннеры добавляйте до размещения приложения в PlayMarket. Хорошо это мы с вами сказали. В принципе, на этом все. Сегодняшняя лекция заканчивается. Весь наш учебный курс заканчивается. Я всем желаю искренних успехов в деле мобильной разработки для платформы Android. И всем, как говорится, побольше новых интересных мобильных приложений. Всем успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok